И прямо в эти минуты в Соломинском суде столицы избирают меру пресечения замминистру обороны Игорю Павловскому. Его и руководители департамента госзакупок накануне задержали детективы НАБУ. Подозревают чиновников в растрате почти 150 миллионов гривен. Дело касается закупки топлива. Каковы аргументы у задержанного, у прокуроров? Мы узнаем у Ольги Теребинской, она находится на месте событий, сейчас с нами на связи. Оля, здравствуй. Что говорят судьи? Когда нам ждать решение? Здравствуй, Наталья. Заседание по избранию меры пресечения замминистру обороны Игорю Павловскому длится в Соломинском райсуде столицы с двух часов дня. Ему инкриминируют растрату или завладение госимуществом через служебное положение суммой в 149 миллионов гривен при закупке топлива. Прокуроры просят содержание под стражей два месяца или же залог 75 миллионов. Мы считаем, что это его главная роль, и это самая сумма, которая может обеспечить выполнение одним процессуальных обязанностей. Есть достаточно доказательства и еще есть. Адвокаты же настаивают на личном обязательстве и говорят о том, что чиновника готовы взять на поруки. Максимум, по их мнению, это домашний арест. Кстати, на поруки Павловского вызвался взять замсекретаря СНБУ Украины Олег Гладковский. Сам подозреваемый вины своей не признает. Утверждает, в его должностные обязанности не входит определение цены и подписание договоров. Заступник министра обороны не вызначается, но в политике. Заступник министра обороны кируется теми фактами, которые ему надает тендерный комитет департамент державных закупивок. Министр обороны Степан Полторак также прокомментировал задержание своего зама. По его словам, Павловский – профессионал своего дела. Был в АТО во время активных боевых действий. Но если суд докажет его вину, то он должен за это ответить. Нужно извинять людей, всех, не только Павловского, до решения суду. И не цепляться на них иролики, потому что он злочинец, потому что у него есть дети, родные, близкие, друзья. Если правила будет доказана, это ваша подметка, это и ваша ответственность? Звучайно. Если будете вы подавать в результаты? Я готов к этому в любой час. И вот буквально только что закончилось заседание и стало известно. Мера пресечения – круглосуточный домашний арест. И его обязали носить электронный браслет. Также напомню, вчера вместе с Павловским задержали директора департамента госзакупок Владимира... Владимира... Владимира, извините, пожалуйста. Владимира Гулевича. Сегодня также должны избрать меру пресечения, но пока неизвестно, началось ли заседание. Подозрения по этому делу вчера вручили четверым чиновникам. Что касается фирмы, у которой закупали топливо, в СМИ пишут, что ее руководители успели покинуть страну. Студия. Спасибо, Оля. Ольга Теребинская из Соломинского суда, где только что избрали меру пресечения для заместителя министра обороны. Продолжение следует...